Сегодня в единый день голосования проходят выборы в 33 районах Якутии, кроме Татинского и Ивена-Батантайского улусов. Будут избраны глава города Якутск, 8 глав муниципальных районов. Мегина-Кангаласского, Верхневилюйского, Верхоянского, Вилюйского, Нюрбинского, Меконского, Средниколымского и Тампонского районов. Также состоятся выборы глав 214 муниципальных поселений. Всего планируется замещение более 3000 выборных должностей и депутатских мандатов. На выборах участвуют представители шести партий. На сегодня в республике работают 674 избирательных участка. По состоянию на 12 часов сегодня проголосовало более 87 тысяч избирателей. Это более 17%. Больших нарушений и жалоб нет. Я думаю, до вечера для наших избирателей погода будет благоприятствовать и они дружно выйдут голосовать и отдать свой гражданский долг. Сегодня с 8 часов утра в столице республики открылись 118 участков. Они будут работать до 20 часов вечера без перерыва. В Якутске в единый день голосования явка избирателей к 12 часам составила более 17%. Одной из первых на избирательный участок пришла депутат Государственной думы Галина Данчикова. Ежегодно, с каждым годом, конечно, активность наших граждан растет. Жители Якутии вообще очень активны и неравнодушны к проблемам. Ведь понимаем, что от позиций наших жителей Якутии зависит многое. Как мы будем жить дальше, как будет развиваться наша республика, в целом страна. Поэтому я хочу пожелать всем нашим жителям республики здоровья, благополучия, мира. И чтобы вы пришли на избирательный участок и выразили свою гражданскую позицию. Сделали правильный выбор. На выборах региона пробируют нововведения с подсчитыванием голосов. В частности, это итоговые протоколы с QR-кодом. Из 674 избирательных участков носители с программы считывания QR-кодов получили 599. Также в городе в 42 участках установили КАИБМ. Комплексы обработки избирательных бюллетеней. Наш участок на сегодняшний день один из самых больших по количеству избирателей. 2577 человек. Участок у нас очень активный. Избиратели очень активные. С 8 утра у нас уже была очередь. На 11 часов у нас будут данные. Досрочно проголосовавших у нас 62 человека. Ну и порядка 100 человек у нас уже проголосовало здесь на участке сегодня.